Фридрих Август фон Хайек. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. В первом томе нового академического издания трудов Фридриха Хайека публикуется его последняя по времени работа «Пагубная самонадеянность». В этой новой книге впечатляет многое – живость тона и свежесть аргументации, энергичность автора и практический подход к целому ряду проблем, а подчас и полемический напор, и читателю наверняка интересно будет узнать, что предшествовало ее появлению. В 1978 году, в возрасте почти 80 лет, Хайек, посвятивший жизнь борьбе с социализмом во всевозможных его проявлениях, вознамерился выложить на стол все карты. Он задумал провести широкую дискуссию, предполагалось, что ее участники соберутся в Париже, в ходе которой ведущие теоретики социализма, встретившись лицом к лицу с ведущими мыслителями, сторонниками рыночного порядка, ответили бы на вопрос, был ли социализм ошибкой. Сторонники рыночного порядка представили бы доказательства того, что социализм был, причем изначально, глубоко ошибочен с научной, фактической и даже логической точек зрения, и что его повторяющиеся провалы в нашем веке стали очевидными, явились в общем-то прямым результатом его научной несостоятельности. От мысли о проведении широкой публичной дискуссии пришлось отказаться по практическим соображениям. Например, кого выбрать из сторонников социализма? Согласятся ли сами социалисты с теми кандидатурами, что будут их представлять? И даже если произойдет невероятное, удастся получить их согласие, можем ли мы ожидать, что они признают действительными итоги такого рода обсуждения? Публичное признание ошибок дается не так просто. Однако коллегам Хайка, встречавшимся с ним, чтобы обсудить эту идею, трудно было отказаться от нее, и они настоятельно просили его написать что-то вроде манифеста с изложением основных доводов в пользу свободного рынка. То, что было задумано как краткий манифест, поначалу выросло в крупную работу из трех частей, а затем она была сокращена до размеров небольшой книги, публикуемой ныне, если угодно можно считать ее пространным манифестом. Некоторые фрагменты крупной первоначальной работы сохранены и будут напечатаны отдельно в десятом томе собрания сочинений. На протяжении всего своего исследования Хайк с позицией экономиста и эволюциониста рассматривает происхождение, природу, отбор и развитие не согласующихся с друг другом этик, этики социализма и этики рыночного порядка. Он подробно рассказывает об источниках той мощи, которую дарит человечеству расширенный рыночный порядок, закладывающий основы нашей цивилизации и способствующий ее развитию. Подобно Фрейду с его неудовлетворенностью цивилизацией, Хайк взвешивает, хотя его выводы совершенно отличны, как выводы, так и издержки, связанные с развитием цивилизации, а кроме того, оценивает последствия, которыми чревато крушение рыночного порядка. В итоге он приходит к заключению, в то время как факты, взятые сами по себе, совершенно не в состоянии служить основанием для определения, что считать правильным, непродуманные представления о разумности, правильности и добре могут способствовать изменению фактов и самих обстоятельств нашей жизни. Под их влиянием могут уничтожаться, порой навсегда, не только носители высокой культуры, произведения искусства, дома и города, но и традиции, институты и взаимоотношения, без которых подобные творения культуры едва ли могли обрести жизнь или быть когда-либо воссозданными. Предисловие от автора. Смысл таких понятий, как «свобода» или «воля», не подразумевает, как может показаться, освобождение от всех ограничений. Он скорее предполагает, возможно, более действенное применение любого справедливого ограничения ко всем членам свободного общества, будь то мировой судья или простой подданный. Адам Фергюсон. Правила морали не являются заключениями нашего разума. Давид Юм. Как же могут возникать институты, служащие для общественного блага и чрезвычайно важные для его развития, без общей воли, направленные к их установлению? Карл Минга. Работая над этой книгой, я придерживался двух правил. Я решил не делать в ней постраничных сносок, а все несущественные для подкрепления основных выводов, но интересные и важные для специалиста аргументы, либо относить в приложении, либо давать мелким шрифтам. Тогда широкий читатель мог пропустить их, не упустив тех моментов, на которые эти выводы опираются. Так, работы, которые я цитирую или на которые ссылаюсь, обычно обозначаются просто заключенным в скобке именем автора, если оно не ясно из контекста, и годом издания работы, в случае необходимости с указанием страниц. Полные выходные данные этих работ приводятся в списке литературы в конце книги. Если было использовано последнее издание работы, оно обозначается двойной датировкой. Невозможно было бы перечислить всех, кому я в продолжении многолетней научной жизни оказывался обязанным своими знаниями и мыслями, даже если бы мне удалось привести полный список обогативших меня работ. Еще невозможнее составить библиографию всех работ, о которых известно, что следовало бы изучить их, прежде чем претендовать на компетенцию в области столь широкой, как та, о которой пойдет речь в настоящей книге. Не представляется мне возможным и лично выразить свою признательность всем, чьи усилия, так же как и мои, на протяжении многих лет были направлены в принципе к той же самой цели. Тем не менее, я хотел бы принести глубокую благодарность Шарлотте Кубит, помогавшей мне в течение всего периода работы над книгой. Без этой самоотверженной помощи она никогда не была бы завершена. Я признателен также профессору Гуверовского института Стэнфордского университета Бартли, занявшемуся рукописью и подготовившему ее к печати, когда болезнь лишила меня возможности завершить работу над окончательным вариантом книги. Фридрих Августон Хайк. Фрайбург им. Брайсгау. Апрель 1988 года. Введение. Был ли социализм ошибкой? Идея социализма в одно и то же время грандиозна и проста. В самом деле, можно сказать, что это одно из самых честолюбивых порождений человеческого духа. Она столь великолепна, столь дерзка, что правомерно вызвала величайшее восхищение. Мы не вправе небрежно отбросить социализм в сторону. Мы должны опровергать его, если хотим спасти мир от варварства. Людвиг фон Мизес. В этой книге говорится о том, что возникновение нашей цивилизации и сохранение ее в дальнейшем зависит от феномена, который можно точнее всего определить как расширенный порядок человеческого сотрудничества. Порядок, чаще именуемый, хотя и не вполне удачно, капитализмом. Для понимания нашей цивилизации необходимо уяснить, что этот расширенный порядок сложился не в результате воплощения сознательного замысла или намерения человека, а спонтанно. Он возник из непреднамеренного следования определенным, традиционным и, главным образом, моральным практикам. Ко многим из них люди испытывают неприязнь. Осознать их важность они обычно не в состоянии, доказать их ценность не способны. Тем не менее, эти обычаи довольно быстро распространились благодаря действию эволюционного отбора, обеспечивающего, как оказалось, опережающий рост численности и богатства именно тех групп, что следовали им. Неохотное, вынужденное, даже болезненное привитие таких практик удерживало подобные группы вместе, облегчало им доступ ко всякого рода ценной информации и позволяло плодиться и размножаться и наполнять землю и обладать и ею. Бытие 1.28. Данный процесс остается, по-видимому, наименее понятой и оцененной гранью человеческой эволюции. Социалисты смотрят на это иначе. Не только выводы их отличны, сами факты видятся ими по-иному. И то, что социалисты неверно судят о фактах, имеет решающее значение для моей аргументации, как она будет развертываться на следующих страницах. Если бы социалистическое толкование существующего экономического порядка и возможных альтернатив ему было бы правильным в фактическом отношении, мы бы были обязаны, я готов признать это, подчинить распределение доходов определенным моральным принципам. Чтобы сделать такое распределение возможным, нам пришлось бы также наделить какой-либо орган центральной власти правом управлять использованием имеющихся ресурсов, что предполагало бы уничтожение индивидуальной собственности на средства производства. Если бы в утверждении, что централизованное управление средствами производства может способствовать созданию коллективного продукта, по меньшей мере столь же обильного, как мы производим сейчас, содержался хотя бы гран истины, нам действительно пришлось бы решать серьезную проблему. Как осуществить распределение по справедливости? Однако подобная проблема перед нами не возникает, кроме распределения продуктов с помощью рыночной конкуренции. Мы не знаем никакого иного способа информировать индивидов о том, куда каждый из нас должен направлять свои усилия, чтобы его вклад в создание совокупного продукта оказался максимальным. Суть моих рассуждений таким образом состоит в следующем. Конфликт между сторонниками, с одной стороны, спонтанного расширенного человеческого порядка, создаваемого рыночной конкуренцией, и теми, с другой стороны, кто выступает за сознательную организацию человеческих взаимоотношений центральной властью, опирающиеся на коллективное распоряжение имеющимися ресурсами, вытекает из фактической ошибки последних в понимании того, как возникают и как используются знания об этих ресурсах. Поскольку данный конфликт касается фактического вопроса, он должен быть разрешен с помощью научного анализа. Научный же анализ показывает, что, следуя спонтанно складывающимся нравственным традициям, лежащим в основе конкурентного рыночного порядка, а эти традиции не удовлетворяют канонам и нормам рационализма, принятым у большинства социалистов, мы производим и накапливаем больше знаний и богатства, чем возможно добыть и использовать в централизованно управляемой экономике, приверженцы коей претендуют на строгое следование разуму. Таким образом, цели социализма фактически недостижимы и программы его невыполнимы. К тому же оказывается, что в действительности они несостоятельны еще и логически. Вот почему, вопреки распространенному мнению, речь идет не просто о расхождениях в интересах или ценностных установках. Напротив, сам по себе вопрос о том, как люди приходят к принятию определенных ценностей норм и какие это имеет последствия для эволюции человеческой цивилизации, есть вопрос, прежде всего фактический. Он составляет сердцевину настоящей книги. Попытка ответить на него в общих чертах сделана в первых трех главах. Требования социализма не выводятся как моральный итог из традиций, сформировавших расширенный порядок, который в свою очередь сделал возможным существование цивилизации. Скорее, они являются попытками разделата с этими традициями, заменив их рационально сконструированной системой морали, притягательность которой кроется в том, что обещаемые результаты отвечают инстинктивным влечением человека. Согласно социалистическим воззрениям, коль скоро люди оказались способными породить некую систему правил, координирующих их действия, для них должна оказаться посильная задача изобретения системы даже получше и поприятней. Однако если человечество обязано самим своим существованием какой-то конкретной, регулируемой правилами форме поведения, подтвердившей свою деятельность, то оно попросту не может предпочесть другую форму поведения, исключительно из-за кажущейся привлекательности ее непосредственно видимых результатов. Спор о рыночном порядке и социализме есть спор о выживании, ни больше, ни меньше. Следование социалистической морали привело бы к уничтожению большей части современного человечества и обнищению основной массы оставшегося. Все это ставит нас перед важным вопросом, который и я хочу ввести и ясность с самого начала. Выступая против высокомерия разума, свойственного социалистам, я ни в коей мере не возвращаю против разума, применяемого должным образом. Разум, применяемый должным образом, понимается мной как разум, учитывающий свою собственную ограниченность, умеющий и себя подчинить законам разума и вынесший необходимые уроки из установленного экономистами и биологами поразительного факта, суть которого состоит в том, что порядок, возникающий независимо от чьего бы то ни было замысла, может намного превосходить сознательно вырабатываемые людьми планы. В конце концов, не могу же я нападать на разум в книге, доказывающей фактическую и даже логическую несостоятельность социализма. Не оспариваю я и того, что разум, пусть осторожно и постепенно, может быть обращен на изучение, критику и обоснование отказа от традиционных институтов и нравственных принципов. Эта книга, как и ряд более ранних моих работ, направлена против привычных понятий разуме, которыми руководствуется социализм. Понятий, воплощающих, как я убежден, наивную и некритичную рационалистическую теорию, устаревшую и ненаучную методологию, которую в другой своей работе я определил как конструктивистский рационализм. Словом, я не отказываю разуму в способности совершенствовать нормы института и даже не настаиваю на том, что он не способен переориентировать всю нашу систему морали в направлении, обычно представляемом сейчас как социальная справедливость. Мы можем пойти таким путем, однако это чревато испытаниями для каждого отдельного звена системы моральных норм. Если же перестроенная таким образом система морали претендует на способность совершить то, чего она совершить попросту не в состоянии, ей не под силу справляться с задачами генерирования новых знаний и упорядочения человеческой деятельности из-за ее собственных правил норм, тогда сама эта несостоятельность представляет собой решающий рациональный аргумент против подобной системы морали. Осознать эти выводы очень важно, поскольку представление, что в конечном счете весь спор сводится к спору о ценностях, а не о фактах, не позволило бы профессиональным исследователям рыночной системы достаточно убедительно доказать, что социализм просто-напросто не может выполнить свои обещания. Не следует выводить из моих рассуждений и того, что я не признаю некоторых ценностей, широко проповедуемых социалистами. Однако я не считаю, что получившее широкое хождение понятий социальной справедливости описывает какое-то возможное положение дел или хотя бы вообще имеет смысл, и надеюсь доказать это ниже. Не считая я также, в отличие от некоторых глашатаев этики гедонизма, что можно принимать решения нравственного характера, исходя из одних только соображений наибольшего ожидаемого удовольствия. Отправной точкой моего исследования вполне могло бы служить проницательное замечание Давида Юма о том, что правила морали не являются заключениями нашего разума. Замечание Юма будет играть главную роль в этой книге, потому что в нем сформулирован основной вопрос, ответ на который я и пытаюсь дать своей работе, а именно, как возникает наша мораль и какое воздействие на экономическую и политическую жизнь, оказывает сам способ, каким она обретает существование. В утверждении, что мы вынуждены сохранять капитализм, поскольку он обладает наивысшей способностью использовать рассеянное знание, порождает вопрос, каким образом мы получили этот незаменимый экономический порядок. Особенно в свете моего заявления, что против норм морали институтов, потребных капитализму, восстают мощные инстинктивные и рационалистические побуждения. В первых трех главах я попытался в общих чертах дать ответ на этот вопрос, исходя из истины, давно и прочно усвоенной экономистами. Суть ее в том, что наши ценности института не просто определяются какими-то прошлыми событиями, но формулируются как составная часть процесса бессознательной самоорганизации некой структуры или модели. Это имеет силу не только для экономической науки, принцип этот гораздо шире. В частности, на нем строится вся современная биология. Он был первенцем в растущем семействе теорий, представляющих формирование сложноорганизованных структур как процесс, в котором задействовано такое количество различных факторов, что исчерпывающее описание этого процесса оказывается непосильной для нас задачей. Приступая к работе в этой области, я считал себя чуть ли не единственным исследователем эволюционного развития подобных высокоорганизованных, сложных, самовоспроизводящихся структур. Но вскоре исследования проблем такого рода под различными названиями, модели самопорождения, кибернетика, гомеостаз, спонтанный порядок, самоорганизация, синергетика, теория систем и тому подобное, сделались столь многочисленными, что я смог подробно знакомиться только с некоторыми из них. Таким образом, эта книга станет ручейком, вширящемся потоке, который явно превращается в последовательную разработку эволюционной, но, разумеется, не просто неударвинистской этики. Значительно отличаясь уже от далеко продвинувшейся в своем развитии эволюционной эпистемологии, эволюционная этика тем не менее идет, дополняя ее тем же путем. Хотя из только что сказанного следует, что в моей книге поставлены некоторые трудные научные философские вопросы, ее главная задача состоит в том, чтобы показать, что социализм, одно из наиболее влиятельных политических движений нашего времени, основывается на явно ложных посылках. Пускай он вдохновляется благородными намерениями, пусть во главе его стоят некоторые из лучших умов нашего времени, из-за него оказываются под угрозой уровень жизни, да и сама значительная часть современного человечества. Подтверждение этому содержится в четвертой и шестой главах, где я рассматриваю и отвергаю социалистический вызов, направленный против того понимания, путей развития и сохранения нашей цивилизации, которая излагается в первых трех главах. В седьмой главе я обращаюсь к проблеме языка. Моя цель – показать, насколько он искажается под влиянием социалистической фразеологии и сколь осмотрительной мы должны быть, чтобы не соблазниться ею и не начать недовольным мыслить по-социалистически. В восьмой главе я разбираю возражения, которые могут выдвинуть не только социалисты, но также и сторонники других течений, что демографический взрыв подрывает мою аргументацию. Наконец, в девятой главе я делаю несколько кратких замечаний о роли религии в развитии наших нравственных традиций. Поскольку эволюционная теория играет столь существенную роль в этой книге, я должен отметить, что одним из многообещающих явлений последних лет стала разработка эволюционной эпистемологии, позволяющая лучше осмыслить рост и функции человеческого знания, а также сложные спонтанные порядки различного типа. Эволюционная эпистемология представляет собой разновидность теории познания, в которой разум и продукты его деятельности трактуется как результаты эволюционного процесса. В своей книге я затрагиваю целый ряд связанных с этим проблем, которые, несмотря на их огромную важность, остаются по большей части неисследованными. Иными словами, я предполагаю, что нам необходима не только эволюционная эпистемология, но эволюционная теория развития моральных традиций, причем сильно отличающаяся по своему характеру от той, какой мы располагали до настоящего времени. Разумеется, традиционные правила человеческого взаимодействия вслед за языком, правом, рынком и деньгами, и были областью, в которой первоначально зародился эволюционный подход. Этика должна признать свое происхождение, и тогда этот последний бастион человеческой гордыни падет. Такая эволюционная теория нравственности действительно появляется. В ее фундамент заложен постулат о том, что наши моральные нормы не порождены инстинктом и не являются творением разума, а представляют собой самостоятельный феномен между инстинктом и разумом. Таково, собственно, название первой главы. Этот феномен играет поразительную роль, позволяя нам применяться к проблемным ситуациям и обстоятельствам, далеко выходящим за рамки возможностей нашего разума. Развитие наших нравственных традиций, как и многих других аспектов человеческой культуры, происходило одновременно с развитием нашего разума, а не являлось его продуктом. Каким бы удивительным и парадоксальным не показалось мое утверждение, все же традиция морали совершеннее способностей разума. Глава первая. Между инстинктом и разумом. Привычка. Вторая натура. Цицерон. Нравственные законы, о которых принято говорить, что они рождены самой природой, порождаются в действительности тем же обучием. Монтен. Но две души живут во мне, и обе не в ладах друг другом. Иоганн Вольганг Бетте. Биологическая эволюция и эволюция культуры. Древние мыслители полагали принципиально невозможным такой порядок человеческой деятельности, который нельзя было бы объять непосредственным восприятием упорядочивающего разума. Даже Аристотель, философ более поздного времени, продолжал считать, что порядок среди людей ограничивается лишь пределами слышимости голоса глашатая, и что поэтому невозможно создать государство, которое насчитывало бы 100 тысяч человек. Однако то, что Аристотелю казалось невероятным, уже существовало, когда он писал эти слова. Ограничивая человеческий порядок пределами слышимости голоса глашатая, Аристотель при всех своих научных достижениях руководствовался инстинктами, а не наблюдениями или рефлексией. Подобные воззрения вполне объяснимы, поскольку человеческие инстинкты, полностью сформировавшиеся задолго до Аристотеля, не были приспособлены для жизни в таких условиях и при такой численности населения, какие существовали в его время. Они годились для жизни в небольших кочующих отрядах или стадах, пребывая в которых человеческий род и его непосредственные предки развивались в течение нескольких миллионов лет, пока происходило биологическое формирование вида Homo sapiens. С помощью этих генетически унаследованных инстинктов регулировался процесс сотрудничества между членами стада, сотрудничество, неизбежно представляющего собой узко ограниченное взаимодействие соплеменников, хорошо знавших друг друга и доверявших друг другу. Эти первобытные люди руководствовались конкретными, одинаково понимаемыми целями и исходили из одинакового восприятия опасностей и возможностей их среды обитания, в основном укрытий и источников пропитания. Они не только могли слышать своего глашатая, но обыкновенно знали его в лицо. Даже если более богатый опыт обеспечивал определенную власть кому-то из старейших членов группы, ее деятельность все же координировалась именно единством целей и общностью восприятия. Механизмы координации решающим образом зависели от инстинктов солидарности и альтруизма, инстинктов, действовавших внутри своей группы, но не распространявшихся на чужие. Члены таких малых групп могли вести только коллективный образ жизни. Оставшись в одиночестве, человек вскоре погибал. Отсюда следует, что первобытный индивидуализм Томаса Гоббса – миф. Дикарь не был одинок и по своим инстинктам являлся коллективистом. Состояние войны всех против всех не было никогда. Безусловно, если бы мы своими собственными глазами не видели существующего в наше время порядка, мы тоже вряд ли поверили бы, что он вообще возможен, и сочли бы любое сообщение о нем чудесной историей про то, чего не может быть. Обнаружить исток такого необыкновенного порядка и понять, что обеспечило существование человечества в его нынешнем составе численности, значит обнаружить и понять постепенно вырабатывавшиеся правила человеческого поведения, особенно касающиеся честности, договоров, частной собственности, обмена, торговли, конкуренции, прибыли и частной жизни. Эти правила передаются благодаря традициям, обучению, подражанию, а не инстинкту, и по большей части состоят из запретов, устанавливающих допустимые пределы свободы при принятии индивидуальных решений. Человечество создало цивилизацию, развивая определенные правила поведения и приучаясь следовать им, сначала на территории племени, а затем и на более обширных пространствах. Зачастую эти правила запрещали индивиду совершать поступки, диктуемые инстинктом, и уже не зависели от общности восприятия, образуя фактически новую и отличную от прежней мораль, и, будь моя воля, я именно к ним и только к ним применял бы термин «мораль», они сдерживают и подавляют естественную мораль, то есть те инстинкты, которые сплачивали малую группу и обеспечивали сотрудничество внутри нее, блокируя и затрудняя этим ее решение. Я предпочитаю употреблять термин «мораль» для обозначения таких неинстинктивных правил поведения, которые позволили человечеству, распространившись по всей Земле, создать расширенный порядок. Дело в том, что понятие «мораль» имеет смысл только при противоставлении ее импульсивному, нерефлексивному поведению с одной стороны и рациональному расчету, нацеленному на получение строго определенных результатов с другой. Врожденные рефлексы не имеют нравственного измерения, так что социобиологи, определяющие по отношению к ним такие термины, как альтруизм, причем, чтобы быть последовательным, им пришлось бы считать самым альтруистическим действием совокупления, в корне заблуждаются. Альтруизм превращается в моральную категорию только в том случае, если подразумевается, что мы должны подчиняться альтруистическим побуждениям. Конечно, это далеко не единственно возможное применение данных терминов. Бернар Мандевиль апатировал за современников, утверждая, что «зло является тем великим принципом, который делает нас социальными существами, является крепкой, основной, животворящей силой и опорой всех профессий и занятий без исключения». Под злом он как раз и имел в виду то, что правила расширенного порядка вступают в столкновение с врожденными инстинктами, сплачивавшими малую группу. Коль скоро мы сочли нормы морали традициями, которые перевиваются человеку и которому он научается, а не врожденными инстинктами, то возникает немало интересных вопросов об их соотношении с тем, что принято называть чувствами, эмоциями или переживаниями. Например, хотя нормы морали и перевивают, они не выступают непременно в виде свода эксплицитно выраженных правил, а могут проявляться, как проявляются настоящие инстинкты, то есть как смутное неприятие действия определенного рода или отвращение к ним. Зачастую они помогают нам соориентироваться и сделать выбор, какому из врожденных инстинктов влечении дать волю, а какое подавить. Могу спросить, каким образом сдерживание инстинктивных побуждений способствует координации деятельности большого числа людей. Ну, например, постоянное соблюдение заповеди любви ближнего своего, как самого себя, должно было бы препятствовать распространению расширенного порядка. Ведь живущие ныне в условиях расширенного порядка выигрывают, когда не любят ближнего самого, как самого себя, и вместо правил солидарности и атуизма применяют при взаимодействии правила расширенного порядка, уважают частную собственность, выполняют заключенные договоры. Порядок, при котором каждый относился бы ближнему самому, как самому себе, мало кому позволило бы кладиться и размножаться. Скажем, если бы мы считали своим долгом откликаться на все призывы о благотворительности, которым забрасывают нас средства массовой информации, то это всерьез отвлекло бы нас от занятий той деятельностью, в какой мы наиболее компетентны. Скорее всего, это превратило бы нас в орудие отдельных групп с их специальными интересами, или сделало жертвами предвзятых мнений об относительной важности тех или иных потребностей. Это не обеспечивало бы правильного лечения социальных болезней, которые нас, по вполне понятным причинам, беспокоят. Точно так же необходимо обузывать инстинктивную агрессивность по отношению к чужим, чтобы единые абстрактные правила распространялись на отношении между всеми людьми, и, значит, пересекали межгрупповые границы, даже границы государств. Итак, формирование индивидуальных схем или систем сотрудничества требовало от индивидов изменения своей естественной или инстинктивной реакции на других людей, то есть чего-то, вызывавшего сильное сопротивление. Идея, что эти частные пороки, вступая в конфликт с врожденными альтруистическими инстинктами, могут обернуться, по выражению Бернарда Мандевилля, общественным благом, и что люди должны подавлять некоторые хорошие инстинкты во время развития расширенного порядка, так же стало позднее источником разногласий. Руссо, например, принял в сторону природных инстинктов, в то время как его современник Юм ясно осознавал, что этот благородный аффект, щедрость, вместо того, чтобы приспосабливать людей к большим обществам, почти столь же сильно препятствуют этому, как и самый узкий эгоизм. Следует подчеркнуть еще раз, что ограничения, налагаемые на обычаи малых групп, вызывают к себе ненависть, ибо, как мы увидим, индивид, соблюдающий запреты, не понимает и обычно не способен понять, как они функционируют и каким образом служат ему во благо, даже если от их соблюдения зависит его жизнь. Вокруг него такое огромное количество привлекательных вещей, а ему нельзя их присваивать. Он не в состоянии проследить зависимость между благоприятными для него особенностями среды его существования и дисциплиной, которой он вынужден подчиняться. Дисциплиной, запрещающей ему притрагиваться ко всем этим манящим вещам. Вряд ли можно сказать, что, относясь к этим ограничениям с такой неприязнью, мы, тем не менее, выбрали их сами. Скорее, это они нас выбрали. Они позволили нам выжить. Не случайно многие абстрактные правила, скажем, касающиеся личной ответственности и индивидуализированной собственности, имеют прямое отношение к экономической науке. С самого своего рождения экономическая наука взялась изучать, как возникает расширенный порядок человеческого взаимодействия в процессе опробования вариантов. Их оттелы и отбора в процессе, не подвластном нашему воображению или нашей способности планировать. Адам Смит был первым, кто понял, что методы упорядочения экономического сотрудничества, на которые мы натолкнулись, не умещаются в пределах нашего знания и нашего восприятия. Его невидимую руку, наверное, правильнее было бы определить, как невидимую или не поддающуюся непосредственному восприятию структуру. Например, система ценообразования при рыночном обмене заставляет нас действовать под влиянием обстоятельств, нам практически неизвестных и могущих порождать результаты, нами вовсе не планировавшиеся. Занимаясь экономической деятельностью, мы не знаем ни потребностей других людей, потребностей, которые мы удовлетворяем, ни источников, получаемых нами благ. Практически все мы помогаем людям, с которыми не только не знакомы, но о существовании которых и не подозреваем. Мы сами живем, постоянно пользуясь услугами людей, о которых нам ничего не известно. Все это становится возможным благодаря тому, что, подчиняясь определенным правилам поведения, мы вписываемся в гигантскую систему институтов и традиций, экономических, правовых и нравственных. Мы никогда не создавали их и никогда их не понимали. В том смысле, в каком нам понятно предназначение изготавливаемых нами вещей. Современная экономическая наука объясняет возникновение подобного расширенного порядка и то, почему он, являясь ничем иным, как процессом переработки информации, способен собирать и использовать информацию широко рассеянную, такую, которую ни один орган централизованного планирования, не говоря уже об отдельном индивиде, не может ни знать в полном объеме, ни усваивать, ни контролировать. Человеческое знание, как было известно еще Адаму Смиту, распылено. Он писал, «Очевидно, что каждый человек, сообразуясь с местными условиями, может гораздо лучше, чем это сделал бы вместо него любой государственный деятель, судить о том, к какому именно роду отечественной промышленности приложить свой капитал и продукт, какой промышленности может обладать наибольшей стоимостью». Или, как выразился один проницательный мыслитель-экономист 19 века, экономическое предпринимательство требует досконального знания, тысячи мелочей, в которые не станет вникать никто, кроме заинтересованного в подобном знании. Такие институты по сбору и передаче информации, как рынок, позволяют нам использовать это рассеянное и незримое знание для формирования индивидуальных схем. После того, как институты и традиции, основанные на такого рода индивидуальных схемах, получили развитие, стремление к согласию относительно какой-либо общей цели, как это было в малочисленной группе, перестало быть обязательным, поскольку широко рассеянные среди людей знания и навыки теперь вполне можно было пускать в ход для достижения самых разнообразных целей. Это направление исследований хорошо прослеживается как в биологии, так и в экономической науке. Даже в собственном биологическом мире эволюционные изменения в общем нацелены на максимальную экономию в использовании ресурсов и эволюция таким образом вслепую движется на пути максимального использования ресурсов. Более того, как справедливо заметил один современный биолог, этика – это наука о способах распределять ресурсы. Все это указывает на тесные взаимосвязи между эволюцией, биологией и этикой. Понятие порядка, так же как и понятие ближайших его эквивалентов системы, структуры и модели, постигается с трудом. Нам следует различать два разных, хотя и связанных между собой, смысла этого понятия. Благо упорядочить и существительный порядок могут употребляться, когда речь идет либо о результатах мыслительной деятельности по систематизации или классификации объектов и событий, самые различные аспекты которых фиксируются нашим чувственным восприятием, в соответствии с требованием научной реорганизации чувственного опыта, либо о конкретных материальных структурах, которыми предположительно обладают объекты и события, или которые становятся им присущи в определенный момент. Регулярность и порядок просто-напросто обозначают, соответственно, временной и пространственные аспекты одного и того же типа отношений между элементами. С учетом этого различия мы можем сказать так. Люди обрели способность к созданию упорядоченных материальных структур, обеспечивающих им удовлетворение каких-то потребностей, потому что умели упорядочивать на основе тех или иных определенных принципов в чувственные раздражители, поступавшие к ним из внешней среды. Данная мыслительная реорганизация оказывается в свою очередь надстроенной над порядком или классификацией, производимой нашими чувствами и инстинктами чувств. Упорядочение в смысле классификации объектов и событий – это путь к активной их реорганизации в целях получения желаемых результатов. Мы учимся классифицировать объекты в основном благодаря языку. С его помощью мы не просто даем названия знакомым типам объектов, но определяем, какие объекты или события мы должны считать принадлежащими к тому же типу, а какие – к другому. Из обычаев нравственных правил и правовых норм мы узнаем также о следствиях, ожидаемых в результате различных видов действий. Оказывается, например, что ценности или цены, складывающиеся в результате рыночного взаимодействия – это еще одна дополнительно надстраиваемая система классификации типов действий, классификации с точки зрения их значимости для порядка, отводящего индивиду роль всего лишь одного из элементов целого, того целого, которого он вовсе и не создавал. Расширенный порядок, конечно же, появился не в одночасье. Процесс его становления был продолжителен и проходил через большее разнообразие форм, чем можно предположить, если судить лишь по заключающему его превращению в мировую цивилизацию. Он длился, может быть, сотни тысяч, а не пять или шесть тысяч лет. Так что рыночный порядок – сравнительно позднее образование. Различные структуры, традиции, институты и другие компоненты этого порядка возникали постепенно, как вариации тех или иных привычных способов поведения. Новые правила подобного рода распространялись не потому, что люди сознавали их большую эффективность или могли предположить, что они приведут к росту населения, но просто потому, что придерживающиеся их группы начинали успешнее воспроизводиться и включать свой состав аутсайдеров. Эта эволюция происходила, следовательно, аналогично биологической эволюции. Новый опыт распространялся передачей приобретенных привычек. Правда, ряд важных признаков отличает ее от биологической эволюции. Ниже я рассмотрю некоторые из этих этнологий и различий. Здесь же мы можем отметить, что за те десять или двадцать тысяч лет, в течение которых развивалась цивилизация, биологическая эволюция успела бы изменить или вытеснить врожденные реакции человека в гораздо меньшей степени. Я не говорю уже о том, что из-за своей относительной замедленности действия биологической эволюции не успела бы сказаться на весьма многочисленном нынешнем поколении людей, чьи предки приобщились к цивилизованным процессам лишь несколько столетий назад. Тем не менее, насколько нам известно, все группы, цивилизовавшиеся к настоящему времени, оказываются одинаково способными продвигаться к цивилизации, приобщаясь к определенным обычаям и традициям. Таким образом, маловероятно, что цивилизация и культура детерминируются и передаются генетически. Все одинаково осваивают их через освоение определенных традиций. Самое ранее из известных мне перемых высказываний об этом принадлежит А.М. Карл Сондерсу, который писал, что люди группы проходят естественный отбор в зависимости от принятых ими обычаев, точно так же, как они проходят отбор в зависимости от своих умственных и физических данных. Те группы, которые придерживаются наиболее полезных обычаев, в процессе постоянной межгрупповой борьбы будут получать преимущество над теми из соседних групп, которые придерживаются менее полезных обычаев. Карл Сондерс, однако, подчеркивал способность обычая вздерживать, а не увеличивать, рост населения. Из недавних исследований стоит обратиться к работам Оланда, Фарба, Симпсона, который, сопоставляя культуру с биологическим развитием, определил ее как «более мощное средство приспособления». Поппера, заявляющего, что культурная эволюция есть продолжение генетической эволюции другими средствами. И дюрама, подчеркивающего воздействие различных устоев и обычаев на процесс усвоения численности населения. Постепенное вытеснение врожденных реакций благоприобретенными правдами поведения все более выделяло человека из животного мира, хотя склонность к инстинктивным массовым действиям остается одним из нескольких животных качеств низшего порядка, сохраненных человеком. Животные предки человека обрели определенные культурные традиции раньше, чем превратились в современного человека анатомически. Подобные культурные традиции способствовали также формированию некоторых сообществ животных, например, птиц или обезьян и, возможно, многих других млекопитающих. Однако решающим в превращении животного в человека оказалось именно обуздание врожденных реакций, обусловленное развитием культуры. Благоприобретенные правила поведения, которым индивид стал подчиняться по привычке и почти так же бессознательно, как унаследованным инстинктам, все больше вытесняют последний. Но мы не можем четко разграничить эти две детерминанты поведения, поскольку они пребывают в сложном взаимодействии. Нормы и привычки, усвоенные в младенчестве, становятся такой же частью нашей личности, как и то, что уже направляло наше поведение, когда усвоение только начиналось. Даже в строении человеческого тела произошли некоторые органические изменения, поскольку они не помогали человеку полнее использовать благоприятные возможности, представляемые развитием культуры. Для задач нашего исследования несущественно так же и то, в какой мере абстрактная структура, именуемая сознанием, передается генетически и воплощается в физическом строении нашей центральной нервной системы, а в какой она служит всего лишь вместилищем для впитываемых нами культурных традиций. Как генетические, так и культурные механизмы передачи опыта могут быть названы традициями. Важно же то, что между этими механизмами часто возникает конфликт в формах, о которых у нас уже шла речь. Даже почти всеобщая встречаемость некоторых культурных характеристик не доказывает их генетической обусловленности. Не исключено, что существует один единственный способ ответить на определенные требования, возникающие в процессе формирования расширенного порядка. Но ведь и крылья были явно единственным приспособлением, с помощью которого животные организмы научились летать, и при этом крылья насекомых, птиц, летучих мышей имеют совершенно различное генетическое происхождение. Точно так же и существует, может быть, практически единственный способ развития устной речи. Однако наличие во всех языках определенных общих признаков само по себе тоже не доказывает, что они обусловлены врожденными способностями. Две системы морали – сотрудничество и конфликт. Хотя культурная эволюция, созданная ею цивилизация, принесли человечеству дифференциацию, индивидуализацию, увеличение богатства и огромный рост населения, постепенно их разворачивание было далеко не гладким. Мы не избавились от наследия, доставшегося нам от знавших друг друга в лицо членов первобытного стада, а унаследованные от них инстинкты не полностью приноровились к нашему относительно недавно сложившемуся расширенному порядку и отнюдь не безвредно для него. Вместе с тем, не следует упускать из виду долговременные пользы от некоторых инстинктов, в том числе и такой, как их взаимозаменяемость, по крайней мере частичная. Например, к тому времени, как некоторые способы врожденного поведения начали вытесняться культурой, генетическая эволюция, в свою очередь, скорее всего, уже наделила человеческие особи огромным разнообразием качеств, дающих возможность людям лучше, чем любым видам неодомашненных животных, приспосабливаться к существованию в разнообразных экологических нишах, которые они попадали. И дело, по-видимому, обстояло именно так еще до того, как углубившееся межгрупповое разделение труда обеспечило более высокие шансы на выживание группам определенного типа. В числе самых значительных врожденных признаков, содействовавших вытеснению других природных инстинктов, значительнейшим было умение перенимать опыт своих соплеменников, особенно путем подражания. Удлинение периодов детства и юности, сыгравшее благоприятную роль в развитии этого умения, было, пожалуй, последним решающим шагом, обусловленным биологической эволюцией. Кроме того, расширенный порядок складывается в результате взаимодействия не только отдельных индивидов, но и многообразных, часто накладывающихся друг на друга, субпорядков. А в этих рамках прежней инстинктивной реакции, такие как солидарность и альтруизм, продолжают сохранять определенное значение, содействуя добровольному сотрудничеству, несмотря на то, что сами по себе они не способны создать основы для более расширенного порядка. Наши сегодняшние трудности возникают частично из-за того, что мы вынуждены постоянно приспосабливать нашу жизнь, наши мысли и эмоции к одновременному проживанию внутри различного типа порядков, сообразуясь с различными правилами. Если бы нам приходилось однозначно, ничем не смягчая и не корректируя, переносить правила микрокосма, то есть малой группы или стада, или, скажем, наших семей, на макрокосм, на более широкий мир нашей цивилизации, к чему нас нередко подталкивают наши инстинкты и сентиментальные порывы, то мы разрушили бы макрокосм. Вместе с тем, если бы мы всегда применяли правила расширенного порядка в нашем более интимном кругу общения, то мы бы уничтожили его. Следовательно, мы должны научиться жить в двух мирах одновременно. Едва ли стоит назвать обществом оба мира или хотя бы один из них, поскольку это могло бы повести к серьезным недоразумениям, смотри главу 7. И все же, несмотря на преимущества, связанные с нашей, пусть несовершенной, способностью жить одновременно в двух системах правил и уметь разграничивать их, и то, и другое, дается не так-то просто. Действительно, наши инстинкты часто угрожают опрокинуть все здание. Таким образом, тема моей книги в известном смысле перекликается с темой неудовлетворенности культуры Фрейда 1930 год. Стоит только оговоркой, что мои выводы сильно отличаются от его выводов. Действительно, конфликт между тем, что инстинктивно нравится и прививаемыми правилами поведения, позволившими людям увеличить свою численность, конфликт, возникающий из-за дисциплины, диктуемой репрессивными или запретительными традициями морали. Выражение Кэмпбелла. Это, пожалуй, главная тема истории цивилизации. Похоже, что Колумб сразу понял, что жизнь встреченных им дикарей больше способствует проявлению врожденных человеческих инстинктов. И, как будет показано ниже, я полагаю, что атовистическая тоска по жизни благородного дикаря является основным источником коллективистской традиции. Человек естественный не вписывается в расширенный порядок. Едва ли стоит ожидать, чтобы расширенный порядок, идущий вразрез с некоторыми из сильнейших инстинктивных желаний, понравился людям или чтобы они сразу же поняли, что он обеспечивает материальные удобства, которых они тоже желают. Этот порядок носит сугубо неестественный характер и в прямом значении этого слова, ибо он не сообразуется с биологическим естеством человека. И получается, что множество добрых дел, совершаемых человеком в условиях расширенного порядка, совершается им вовсе не потому, что он добр от природы. Вместе с тем, нелепо было бы умалять ценность цивилизации из-за ее искусственного характера. Она искусственна только в том смысле, в каком искусственны многие наши ценности, наш язык, наше искусство и сам наш разум. Они не заложены генетически в наших биологических структурах. В другом, однако, смысле расширенный порядок носит вполне естественный характер, ибо подобно сходным биологическим феноменам он естественно развивался в процессе естественного отбора. Смотри общепринятой практики нередко заставляет нас воздерживаться от того, к чему побуждают инстинкты. В конфликте не столько эмоций и разум, как это часто предполагают, сколько врожденные инстинкты и усвоенные в ходе обучения правила поведения. И все же мы увидим это следование усвоенным правилам обыкновенно приносит пользу, в целом больше пользы, чем большинство сугубо альтруистических поступков, которые могли бы быть предприняты отдельным индивидом. Одним из красноречивых свидетельств того, сколь превратно понимается присущий рынку принцип упорядочения, слушает расхожее мнение, что сотрудничество, кооперация лучше конкуренции. Сотрудничество, как и солидарность, предполагает большую степень согласия как по поводу целей, так и по поводу средств и достижений. Оно имеет смысл в малой группе, члены которой обладают сходными привычками, знаниями и представлениями о своих возможностях. Оно едва ли имеет какой-либо смысл, когда проблема заключается в приспособлении к незнакомым обстоятельствам. Однако в основе координации усилий в рамках расширенного порядка лежит именно приспособление к неизвестному. Конкуренция представляет собой процедуру открытия, узнавания нового, процедуру, присущую эволюции во всех ее формах, заставляющую человека помимо собственной воли вписываться в новые ситуации. И именно за счет возрастающей конкуренции, а не за счет солидарности, повышается постепенно наша эффективность. Чтобы конкуренция приносила благоприятные результаты, ее участники должны соблюдать определенные правила поведения, а не прибегать к физической силе. Только общие правила поведения могут придать единство расширенному порядку. Совместные цели могут выполнять эту задачу лишь периоды временных, чрезвычайных обстоятельств, создающих общую угрозу для всех. Моральный эквивалент войны, предлагаемый для пробуждения солидарности, не более чем рецидив менее зрелых принципов координации. В условиях спонтанного порядка незачем знать не обо всех приемлемых целях, не обо всех используемых средствах, чтобы учитывать их в своем поведении. В этом нет нужды, поскольку такой порядок формируется сам по себе. Если правила, создающие порядок, становятся все более совершенными, так это не потому, что люди начинают лучше понимать свою задачу, а потому, что процветание достигают те группы, которым удается изменять правила поведения так, чтобы способность к адаптации у них возрастала. Характер этой эволюции не прямолинейен, он складывался в процессе постоянных проб и ошибок, непрерывного экспериментирования в сферах, где происходило соперничество между порядками разного типа. Разумеется, никакого специального намерения ставить эксперименты здесь не было, и все же изменения правил поведения, вносимые исторической случайностью, действующие аналогично генетическим мутациям, оказывались неким подобием экспериментирования. Эволюция правил поведения проходила от них негладко, поскольку силы, призванные охранять их, обычно противодействовали, а не способствовали изменениям, вступавшим в противоречие с устоявшимися взглядами на то, что считать правильным или справедливым. Случалось и так, что принудительное распространение новых, недавно пробивших себе дорогу и ставших общепринятыми правил, блокировало переход на следующую ступень эволюции или сдерживало дальнейшее расширение координации индивидуальных усилий. Органы принуждения нередко поощряли подобное расширение координации усилий, хотя время от времени они брались за насаждение морали, которое уже завоевало признание в правящей группе. Чувства, восстающие против ограничений налагаемых цивилизацией, анахроничны и приспособлены к размерам и условиям жизни групп далекого прошлого. Более того, если цивилизация сложилась в результате непреднамеренных изменений морали, тогда как не противоречит это нашим хотениям, мы должны нам всегда оставить надежду на создание какой бы то ни было имеющей универсальную значимость системы этики. Ну и заключать, строго исходя из этих эволюционных предпосылок, что любое правило непременно и всегда благопрепятствует выживанию и росту популяции, следующих ему было бы неправильно. Нам еще предстоит показать с помощью экономического анализа каким образом спонтанно возникающие правила в целом способствуют выживанию человека. Признавая, что правила отбираются в основном в процессе конкуренции в соответствии с их относительной ценностью для выживания человека, мы никоим образом не ограждаем их от тщательного критического разбора. Он необходим уже потому, что процесс культурной эволюции очень часто подвергался насильственному вмешательству. Однако верное понимание культурной эволюции по существу обеспечивает своего рода перезумпцию невиновности в утвердившемся правилам поведения, а время доказательств их нецелесообразности ложится на плечи тех, кто требует их пересмотра. Историческое и эволюционное исследование зарождения капитализма, как оно, например, представлено в главах 2 и 3, не может доказать превосходство рыночных институтов. Тем не менее, оно помогает объяснить появление столь продуктивных, хоть и не популярных и никем не изобретавшихся, традиций и важное значение их для людей, попадающих в условия расширенного порядка. Однако на только что намеченном пути возникает камень преткновения, который мне сразу хотелось бы убрать. Это широко распространенное заблуждение, касающееся того, как мы обычно перенимаем полезные обычаи. Человеческое сознание не направляющая сила, а продукт культурной эволюции изиждется более на подражании, чем на интуиции и разуме. Мы уже упомянули о способности обучаться путем подражания как об одном из главных преимуществ, унаследованных нами от длительного периода инстинктивного развития. Действительно, пожалуй, самая важная способность, которой наряду с врожденными рефлексами человеческий индивид наделен генетически, это его способность в ходе обучения приобретать навыки преимущественным путем подражания. Ввиду этого важно с самого начала избавиться от представления рожденного пагубной самонадеянностью, как я ее называю, то есть от идеи, что источник способности приобретать навыки это разум. Ведь на самом деле все наоборот, наш разум такой же результат процесса эволюционного отбора, как и наша мораль. Только он является продуктом несколько иной линии развития, нежели мораль. Так что не следует полагать, будто наш разум находится по отношению к ней на более высокой и критической ступени, и что силы имеют только те нравственные правила, которые санкционированы разумом. Я рассматриваю эти вопросы в последующих главах, но, возможно, какое-то предварительное представление о моих выводах уместно дать сейчас. Название настоящей главы между инстинктом и разумом надо понимать буквально. Я хотел бы привлечь внимание к тому, что лежит действительно между инстинктом и разумом и вследствие этого часто выпускается из виду только из-за предположения, что между ними ничего нет. Иными словами, меня занимает прежде всего эволюция культуры и морали, эволюция расширенного порядка, которая с одной стороны, как мы только что видели, выходит за рамки инстинкта и часто противостоит ему, и которую с другой стороны, как мы увидим позднее, разум не в состоянии был спроектировать или сотворить. Вкратце, мои взгляды, некоторые из них в сжатом виде были изложены ранее, могут быть суммированы очень просто. Усвоение правил поведения это по большей части источник, а не результат интуиции, разума и понимания. Человек не рождается мудрым, рациональным и добрым, чтобы стать таким, он должен обучиться. Наша мораль отнюдь не есть продукт нашего интеллекта, скорее человеческое взаимодействие, регулируемое нашими моральными нормами, делает возможным развитие разума и способностей, связанных с ними. Человек стал мыслящим существом благодаря усвоению традиций, то есть того, что лежит между разумом и инстинктом. Эти традиции в свою очередь ведут происхождение не от способности рационально интерпретировать наблюдаемые факты, а от привычных способов реагирования. Они, прежде всего, подсказывали человеку, что он должен и чего не должен делать в данных обстоятельствах, а не то, чего он должен ожидать. Далее признаюсь, что я не в силах удерживаться от улыбки, как до книги по эволюции, даже написанные великими учеными, при признании, что до сих пор все развивалось в процессе спонтанного упорядочения, заканчивается, это случается часто, призывами к человеческому разуму брать борозды правления на себя и контролировать дальнейшее развитие, насколько жизнь стала чудовищно сложной. Подобные благие пожелания поощряются конструктивным рационализмом, как я назвал это в другом месте, точнее, вот в этом среде будет, оказывающим серьезное воздействие на научное мышление. Это совершенно явственно отражено в заголовке книги хорошо известного антрополого-социалиста, пользовавшийся большим успехом. Причем заголовок книги «Человек творит самого себя» был принят многими социалистами в качестве своего рода пароля. Это высокомерное заявление замешано на ненаученных, даже анимистических представлениях о том, что рациональное человеческое мышление или душа на определенной стадии вошло в развивающееся человеческое тело и стало новым, активным проводником последующей эволюции культуры. На самом же деле произошло следующее. Человеческое тело постепенно приобрело способность усваивать чрезвычайно сложный принцип, позволяющий ему успешнее перемещаться в окружающей среде. Полагать, что культурная эволюция целиком относится к более позднему времени, чем биологическое или генетическое, значит упускать из виду самую важную стадию эволюционного процесса, ту, на которой сформировался сам разум. Идея разума, который сперва возник в ходе эволюции, а потом вдруг научился самостоятельно определять направление своего собственного будущего развития, внутренне противоречива и может быть легко опровергнута. Не говорю уже о многом другом, чего разум также не в состоянии совершать. Смотри, главу 5 и 6. Было бы точнее говорить не о том, что мыслящий человек творит и контролирует собственную культурную эволюцию, а заявить, что культура и эволюция создали его разум. В любом случае, идея, будто в какой-то момент сознательное конструирование вмешалось и вытеснило эволюцию, по существу подменяет научное объяснение сверхъестественным постулатом. Научное же объяснение состоит в том, что человеческое сознание, каким мы его знаем, вовсе не было единственной движущей силой цивилизации, целиком определявшей направление ее эволюции, но скорее оно само развивалось, эволюционировало совместно и одновременно с цивилизацией. Человек не наделен уже от рождения тем, что мы называем сознанием. Это не мозг, с которым он рождается, и не то, что его мозг вырабатывает. Человеческое сознание есть то, что на основе имеющегося генетического потенциала, то есть мозг определен в величины структуры. Каждый индивид по мере взросления перенимает от своей семьи и от старших, питывая генетически непередаваемые традиции. Понимаемое так человеческое сознание это не столько поддающиеся проверке знания о внешнем мире или осуществляемой человеком интерпретации непосредственно своего окружения, сколько способность обуздавать инстинкты, способность, которую нельзя наблюдать на примере индивидуального разума, поскольку она проявляется только в группе. Взращенная и сформированная средой индивидуальное человеческое сознание в свою очередь действует так, чтобы сохранить, развивать, обогащать и разнообразить существующие традиции. Через человеческое сознание, складывающееся преимущественно в семье, одновременно проходит множество потоков различных традиций, в любую из которых новый член данного сообщества может погрузиться. Вопрос, а можно ли про индивида, не имевшего возможности приобщиться к такого рода культурным традициям, сказать, что он вообще обладает сознанием вполне резонен. Как инстинкт древнее обычаи и традиции, так и последнее древнее разума. Обычаи и традиции находятся между инстинктом и разумом в логическом, психологическом и временном смысле. Они не обусловлены ни тем, что именуются иногда бессознательным ни интуицией, ни рациональным пониманием. Хоть и основанные на опыте человека, в том смысле, что они складывались в ходе эволюции культуры, обычаи и традиции формировались не путем выведения рациональных заключений из конкретных фактов или постижения каких-то общих закономерностей окружающего мира. Управляемые в своем поведении тем, чему научились, мы зачастую не знаем, почему мы делаем то, что делаем. Врожденные реакции последовательно вытеснялись благоприобретенными моральными правилами и обычами, не потому что люди понимали разумом, что они, эти правила и обыча лучше, просто благодаря им преодолевалась ограниченность непосредственного восприятия отдельного человека. Развивался расширенный порядок, а более эффективное сотрудничество давало его участникам, как бы безрассудны они ни были, возможность поддерживать существование большего числа людей и вытеснять другие группы. Механизм культурной эволюции не является дарвинистским. Наши рассуждения подводят нас к необходимости ближе рассмотреть эволюционный подход к развитию культуры. С этой темой связан целый ряд очень интересных вопросов, на многие из которых экономическая теория помогает взглянуть так, как это редко удается сделать при помощи других дисциплин. Существует огромная путаница в данном вопросе и стоит немного коснуться его хотя бы для того, чтобы заверить читателю, что мы не собираемся ее здесь воспроизводить. Социал-дарвинизм, в частности, исходил из предположения, что любой исследователь эволюции человеческой культуры должен пройти выучку у Дарвина. Это мнение ошибочно. Я преисполнен восхищение перед Чарльзом Дарвином, как и перед всяким, кому удалось первым разработать последовательную, пусть и неполную, теорию эволюции в какой-либо области. Тем не менее, приложив титанические усилия, чтобы продемонстрировать действия эволюции на примере живых организмов, он убедил научный мир лишь в том, что было общим местом в гуманитарных дисциплинах уже довольно давно. По меньшей мере, с 1787 года, когда сэр Уильям Джонс обнаружил поразительное сходство латыни и греческого с санскритом и сделал выводы о происхождении всех индо-германских языков от последнего. Этот пример напоминает нам, что дровинистская или биологическая теория эволюции не была ни первой, ни единственной теорией подобного рода и что в действительности она просто-напросто стоит особняком и кое в чем отличается от других концепций эволюции. Идея биологической эволюции возникла в результате изучения процессов развития культуры, осознанных раньше, процессов, ведущих к созданию таких институтов, как язык, труды Джонса, право, мораль, рынок, деньги. Таким образом, основная ошибка современной социобиологии заключается может быть в предположении, что язык, мораль, право и тому подобное передаются в ходе генетических процессов, которые раскрывает современная молекулярная биология, а не являются продуктами эволюционного отбора, передающимся путем обучения через подражание. Эта идея столь же ошибочна, как и прямо противоположное ей представление, будто человек сознательно придумывал или изобретал такие институты, как мораль, право, язык или деньги и, следовательно, может их усовершенствовать по своему желанию. Данное представление происходит от суеверия, с которым приходилось бороться эволюционной теории в биологии, суть которого в том, что у всякого порядка должен существовать свой творец. И в этом случае снова оказывается, что правильное объяснение находится между инстинктом и разумом. Дело не просто в том, что в гуманитарных и общественных дисциплинах идея эволюции возникла раньше, чем в естественных науках. Я готов даже доказывать, что Дарвин позаимствовал основные идеи об эволюции из экономической теории. Как показывают записные книжки Дарвина, он читал Адама Смита как раз в то время, 1838 году, когда формулировал свою собственную теорию. Смотри приложение. В 1838 году Дарвин читал книгу Адама Смита «Эссе по философским проблемам» с предисловием Дуглда Стюарда о жизни и трудах автора. О работе Стюарт Дарвин отметил, что читал ее и что она стоила того, чтобы прочесть ее, поскольку в сжатом виде представляет взгляды Смита. В 1839 году Дарвин познакомился с книгой Адама Смита «Теория нравственных чувств» или опыт исследования о законах, управляющих суждениями и естественно составляемых нами сначала о поступках прочих людей, а затем о наших собственных с присовокуплением рассуждения о происхождении языку. Однако свидетельств того, что Дарвин читал исследования о природе и причинах богатства народов не обнаружены. В любом случае работе Дарвина предшествовали длившиеся уже несколько десятков лет, фактически столетия, исследования, посвященные возникновению сложно организованных, спонтанных порядков в ходе процесса эволюции. Даже такие слова, как «генетические» и «генетика», превратившиеся сегодня в специальные биологические термины, вовсе не были изобретены биологами. Насколько мне известно, первым, кто заговорил о генетическом развитии, был немецкий философ и историк культуры Гердер. Вновь мы встречаемся с этой идеей у Вилланда и затем у Гумбольта. Таким образом, современная биология заимствовала понятие эволюции из исследований культуры, имеющих более древнюю родослопную. И хотя эти факты достаточно хорошо известны, о них, тем не менее, почти всегда забывают. Конечно, теория культурной эволюции, иногда ее называют психосоциальной, сверхорганической или экосоматической эволюции, и теория биологической эволюции, пусть и аналогичные в некоторых важных аспектах, сходны одними во всем. Как справедливо утверждал Джордж Хаксли, культурная эволюция это процесс, коренным образом отличающийся от биологической эволюции, обладающий собственными законами, механизмами, формами проявления и необъяснимой с чисто биологических позиций. Упомянули лишь несколько важных отличий. Хотя в настоящее время биологическая теория исключает наследование приобретенных признаков, все развитие культуры держится на подобном наследовании, не врожденных, а усвоенных признаков в виде правил, регулирующих взаимоотношения индивидов. По терминологии, принятой сейчас среди биологов, культурная эволюция имитирует ламаркизм. Кроме того, культурная эволюция осуществляется через передачу навыков и информации не от одних только биологических родителей индивида, но и от несметного числа его предков. Процессы, способствующие передаче и распространению навыков культуры через обучение, как уже отмечалось, также приводят к тому, что культурная эволюция развивается несравненно быстрее, чем биологическая. Наконец, культурная эволюция проявляется в основном в групповом отборе. Вопрос о том, действует ли механизм группового отбора также и в ходе биологической эволюции остается открытым, но мои выводы не зависят от его решения. Боннер не прав, утверждая, что культура имеет такой же биологический характер, как любая функция организма, например, потоотделение или локомоция. Наклеивать ярлык биологического на формирование традиций языка, морали, права, денег, даже разума, значит злоупотреблять терминами и искажать теорию. Наследуемые нами генетические способности могут определять, чему мы в состоянии обучиться, но, разумеется, не определяет, каким именно традициям мы станем обучаться. То, чему мы обучаемся, не является даже продуктом деятельности человеческого мозга. Не передающиеся генетически нельзя считать биологическим феноменом. При всех различиях любая эволюция, будь то культурная или биологическая, все же представляет собой процесс непрерывного приспособления к случайным обстоятельствам, непредвиденным событиям, которое невозможно было предсказать. В этом состоит еще одна причина, почему эволюционная теория в принципе не может позволить нам рационально прогнозировать и контролировать будущую эволюцию. Самое большое, на что она способна, это показать, каким образом у сложно организованных структур вырабатываются способы корректировки, ведущие к новым эволюционным изменениям, которые, однако, по самой своей природе неизбежно остаются непредсказуемыми. Упомянув о нескольких различиях между культурной эволюцией эволюцией биологической, я должен подчеркнуть, что в одном важном отношении они совпадают. Ни та, ни другая не знают ничего похожего на законы эволюции или незыблемые законы исторического развития, то есть законы, определяющие, через какие стадии или фазы непременно должны проходить продукты эволюции и позволяющие предсказывать будущее развития. Культурная эволюция не детерминирована ни генетически, ни как-нибудь иначе, и выражается на многообразии, а не в единообразии. Философы, вслед за Марксом и Агюстом Контом, утверждающие, что наши исследования могут привести к установлению законов эволюции, позволяющих предвидеть неизбежные будущие изменения, заблуждаются. В прошлом эволюционные подходы к этике были дискредитированы главным образом потому, что эволюцию ошибочно связывали с подобными якобы существующими законами эволюции, тогда как на самом деле теория эволюции должна, безусловно, отвергать такие законы как нереальные. Я уже показал в другой своей работе 1952 год, что для сложных явлений возможны лишь структурные предсказания, как я называю, или предсказания в принципе. Одна из главных причин рассматриваемого специфического заблуждения кроется в смешении двух совершенно различных процессов, которые биологи определяют как антогенетический или филогенетический. Антогенез это заранее предопределенное развитие индивидуумов, то есть такое, которое, безусловно, задано врожденными механизмами, встроенными в геном клетки эмбриона. Филогенез, напротив, имеет прямое отношение к эволюции, его сфера, эволюционная история рода или вида. В то время как биологи с их профессиональной подготовкой в принципе застрахованы от подобной путаницы, несведущие в биологии исследователи данного предмета часто оказываются жертвами собственного невежества и приходят к историцистским идеям, подразумевающим, что механизм действия филогенеза такой же, как у онтогенеза. Вполне удивительно опроверг эти историцистские представления сэр Карл Поппер 1945-1957. В биологической эволюции и эволюции культуры есть и другие общие черты. Например, обе они опираются на один и тот же принцип отбора, принцип выживания или репродуктивного преимущества. Изменчивость приспособления конкуренции образуют однотипные по сути процессы, сколь бы различными не были их конкретные механизмы, особенно если говорить для механизмов размножения. Дело не только в том, что вся эволюция держится на конкуренции. Непрерывная конкуренция необходима даже для сохранения уже достигнутого. Я хотел бы, чтобы теория эволюции рассматривалась в широком историческом контексте, чтобы были поняты различия между биологической эволюцией и эволюцией культурной, и был признан вклад общественных наук в наши знания об эволюции. В то же время я не собираюсь оспаривать, что разработка дарвиновской теории биологической эволюции со всеми ее ответвлениями является одним из великих интеллектуальных достижений нашего времени, достижением, позволяющим нам совершенно по-новому смотреть на окружающий нас мир. Подтверждением ее универсальности в качестве инструмента объяснения служат и недавно исследования некоторых выдающихся ученых физиков. Их работы показывают, что идея эволюции ни в коей мере не ограничивается живыми организмами. Скорее, эволюция начинается в каком-то смысле уже на уровне атомов, образующихся из элементарных частиц. Таким образом, через многообразные процессы эволюции мы можем объяснить как молекулы самой примитивной из сложных организмов, так и сложный современный мир. Однако все, кто применяет эволюционный подход к изучению культуры, прекрасно знают, какую враждебность им часто вызывает. Враждебность это во многих случаях представляет собой реакцию на попытки некоторых обществоведов 19 века, применив теорию Дарвина, подойти к тем выводам, которые им следовало бы сделать, основываясь на достижениях своих предшественников. Эти попытки оказали плохую услугу теории культурной эволюции. Они надолго задержали ее развитие и, по сути дела, дискредитировали ее. В социал-дарвинизме много ошибочного, но резкое его неприятие, высказываемое сегодня, отчасти обусловлено его конфликтом с пагубной самонадеянностью, будто человек способен лепить окружающий мир в соответствии со своими желаниями. Хотя это также не имеет прямого отношения к собственно эволюционной теории. Исследователи поинструктивисты, изучающие деятельность человека, часто используют несообразности, пьющие ошибки социал-дарвинизма, в качестве предлога для отказа от какого бы то ни было эволюционного подхода вообще. Хороший пример этому Бертран Рассел с его заявлением, что если бы эволюционная этика оказалась состоятельной, то возможный ход эволюции должен был бы стать совершенно безразличным для нас, сколько каким бы он ни был, он все равно оказался бы наилучшим. Данное возражение, которое АГФЛЮ считает решающим, опирается на чистое недоразумение. Я вовсе не собираюсь совершать то, что часто называют генетической или натуралистической ошибкой. Я не утверждаю, что результаты группового отбора традиции непременно хороши, так же, как и не утверждая, будто все, что в ходе эволюции сохраняется в течение длительного времени, например, тараканы, имеет моральную ценность. На самом деле, я утверждаю, что, нравится нам это или нет, если бы не было особых традиций, о которых я упоминал, то расширенный порядок цивилизации не смог бы существовать дальше. Тогда как, если бы исчезли тараканы, последовавшая экологическая катастрофа, возможно, не вергла бы в человечество вечный хаос. Отказавшись от этих традиций ради непродуманных представлений, которые могут, конечно, и в самом деле содержать натуралистическую ошибку, о критериях разумности мы обречем значительную часть человечества на нищету и смерть. Только когда мы повернемся лицом к этим фактам, мы сможем заняться, или скорее будем достаточно компетентны, чтобы заняться рассмотрением, что мы в состоянии совершить правильного и доброго. В то время, как факты, взятые сами по себе, совершенно не в состоянии служить основанием для определения, что считать правильным, и продуманные представления разумности, правильности и добре могут способствовать изменению фактов и самих обстоятельств нашей жизни. Под их влиянием могут уничтожаться порой навсегда не только отдельные носители высокой культуры, произведения искусства, дома и города, которые, как мы давно убедились, беззащитны перед разрушительным натиском разного рода этических учений и диалоги, но и традиции, институты и взаимоотношения, без которых подобные творения культуры вообще едва ли могли бы обрести жизнь или быть когда-либо воссозданными.